Идеально! Вот так летним вечерком полежать на тахте... Это диван, Рома, а не тахта, ты не различаешь? А, тахта, это разновидность диванов. Нет, тахта, это такое село в Ипатовском городском округе, но об этом чуть попозже. Ну вот, Маша, разбудила меня. Ой, какой кошмар. Мне только отпуск начал видеться. Это время дела на своем ТВ. Поехали! Здравствуйте, друзья! Мы рады, что вы снова с нами. Если вы нас сейчас видите, значит программа поддержки местных инициатив на Ставрополе работает. И работает она благодаря вам, вашим стараниям и вашим инициативам. Мы продолжаем путешествовать по Ставропольскому краю, наслаждаться красотой природы, тестировать объекты, которые появляются на Ставрополе благодаря местным инициативам и знакомиться с потрясающе активными людьми, которым не все равно на благоустройство родного поселения. Давайте ближе к делу. Давай. Вот что там про тахту. Тахта – это не только разновидность диванов, но еще в переводе с монгольских языков может означать «подкова». Назвали село Тахта по одноименной балке, при которой село находится. Вот такой интересный исторический факт. А еще там активно работает программа поддержки местных инициатив. Да, Маша? Да, Рома. Конечно же. В 2017 году там создали прекрасную детскую площадку для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта. Это ее официальное название. Все подробности в сюжете. Общая идея «Реальные дела» – это одновременно и слоган, и главный смысл краевой программы поддержки местных инициатив. Ну, а у нашего проекта «Время – дело» тоже есть свой слоган. Если вы его еще не слышали, внимательно слушайте. Сидишь на диване, ругая власть, в упадке ДК и пожарная часть, без тени сомнения, скажем вам смело, ППМИ, пришло «Время – дело». А команда «Время – дело» сегодня приехала в село Тахтат. И здесь краевая программа поддержки местных инициатив отлично работает. Сейчас я вам все расскажу. Друзья, вы посмотрите, здесь проходит настоящий чемпионат по футболу. Конечно же, нет, я шучу, это всего лишь школьная команда, но ребята играют как настоящие профессионалы. Меня лично это просто поражает. Тахтинцы, мастера спорта по футболу, баскетболу, волейболу я сейчас не преувеличиваю. Так завелось здесь давно и особенно распространилось с тех пор, как в 2017 году появилась вот эта универсальная спортивная площадка. Здесь есть все необходимое для успешной тренировки. Здесь площадка ограждена забором, специально, чтобы никто лишний не прошел, но при этом для спортсменов вход всегда открыт. Здесь есть замечательные футбольные ворота, кольца для баскетбола, универсальная разметка, прекрасное просто антискользящее покрытие. Сколько ни прыгай, ни упадешь никогда, я думаю. А если упадешь, то больно не будет. И что для меня сейчас, в данный момент, не менее важно, здесь есть трибуны для болельщиков, поэтому я сяду и буду болеть. Я еще не выбрала, за какую команду, но вот вы знаете, я на самом деле небольшой поклонник футбола, и чемпионат мира я не смотрю, но мне кажется, эти ребята научат меня любить футбол. Давайте, пацаны! Школьники Муслим и Алексей, в отличие от меня, ни одного матча чемпионата мира не пропускают. И в футболе они не новички. У этих парней отличные показатели на соревнованиях, успехи в учебе. Пропадают часами на этой площадке, не только на уроках физкультуры и тренировках, но и в свободное от занятий время. Всегда тренировки, постоянно, когда захотим, можно сказать, и когда тренер приходит, мы играем все время. Никто не запрещает, нормально все у нас. А вот условия здесь как? Хорошие, мягко падать даже. Мягче, чем на стадионе иногда. Мы здесь, когда занимаемся, на мини-футболе результаты получше показываем. Вот раньше такого не было в селе? Нет. Единственная и уникальная для Тахты спортивная площадка была по-настоящему необходима. Такого комфортного места для тренировок здесь больше нет. Поэтому на общих собраниях у жителей не возникло сомнений, какой проект выбрать для строительства в рамках программы поддержки местных инициатив. На то, чтобы здесь появилась эта площадка, понадобилось 2,5 миллиона рублей из краевого и муниципального бюджета. Вложили свои деньги тахтинцы, местные предприниматели и фермеры. Огромное спасибо мне хочется сказать фермерским хозяйствам, которые приняли самое активное участие. Многие оказали безвозмездную помощь. Это дали технику, дали своих рабочих. На этом месте у нас находился старый парк. Мы этот парк выкорчевали, все это спланировали. И все это силами фермерского хозяйства нашего. Мы очень довольны нашей спортивной площадкой. Она нравится ребятам. Здесь у нас всегда многолюдно. Сюда приходят бабушки с внуками, сюда приходят школьники, сюда приходят взрослые, которые занимаются волейболом, мини-футболом, баскетболом. Кстати, сейчас в Тахте готовят документы для того, чтобы принять участие в программе поддержки местных инициатив в 2019 году. На общих собраниях жители решили и дальше преображать центр села. Вокруг спортивной площадки они хотят организовать красивый парк отдыха. Ну что, друзья, я футбол посмотрела со спортсменами, поговорила. Поговорила о важности существования этой спортивной площадки в селе. Мне остается сказать вам, что инициатива реализована с уверенностью, это можно сказать. Но это еще не все, о чем я хотела вам рассказать. Пойдемте. С удовольствием продолжаю вас знакомить, уважаемые телезрители, с мастерами Ставрополья. Сергей Шипуля занимается резьбой по дереву с 14 лет. Среди этих произведений искусства есть и те, которые с Сергеем, можно сказать, большую часть жизни. Их он сделал еще будучи школьником. Вы удивитесь, но на одну такую работу уходит не так уж и много времени. От нескольких часов до нескольких недель. Все дело во вдохновении. Поцелуй дракона сделана на липе. Рама у нее своеобразная. Так мне захотелось. Да. Вот. Придумал я, чисто смотрел некоторые работы художников, резчиков. Ну и решил совместить все это. Вообще тематика с драконами очень мне нравится. Я люблю читать фэнтези, фантастику. Иллюстрации к книгам, кадры из фильмов, сцены из снов. На картинах из дерева мотивы фантастики и реальности, истории и современности. Сергей берется за любые породы древесины. И не останавливается перед трудностями. Такой характер. Вот в каждой частичке моей души, в каждой работе. Тем более работы некоторые связаны именно с каким-то человеком. Либо с каким-то событием у меня в жизни. То есть, если я был на Сахалине, вот Сахалинский пейзаж у меня на березе сделан. Именно оттуда береза. Ну, работал я немножко там. Вот. То есть, вот так оно и получается, что все эти работы связаны со мной по всей моей жизни. Именно поэтому подарок, сделанный своими руками, лучший из подарков. Кстати, Сергей подарил дракона и в музей программы «Время – дело». Всегда приятно знать, что большое внимание уделяют подрастающему поколению ставропольцев. Ну, а я в своем сюжете расскажу о таком объекте, который пригодится и детям, и взрослым. Детская площадка взрослым тоже нужна. Ну, да. Таким взрослым, как ты. Но я не о детской площадке. По программе поддержки местных инициатив в селе Гафицком, что в Петровском городском округе, решили облагородить пешеходную зону одной из улиц. Тротуары делают, да? Угу. А что именно делают, расскажу в сюжете. Смотрим. Вот так проезжая часть перетекает плавно, без границ, к самому памятнику Ленина. В этом и есть вся проблема. Молодежь заезжает на эту территорию, вечерами устраивают здесь шум, гам. Ну, кому такое может понравиться. Поэтому и решили облагородить здесь пешеходную зону и отдельно сделать парковочные места для машин. И оградить их движение к самому памятнику. И все это благодаря программе поддержки местных инициатив. Около полутора тысяч квадратных метров брусчатки будет выстелено возле памятника. Сюда больше не сможет проехать ни одна машина. Установят бордюры, чтобы жители могли спокойно гулять. На все работы потратят порядка двух миллионов рублей. По правилам программы поддержки местных инициатив, в этой сумме есть и вложения местных жителей. Как бы население поняло, что все-таки с их небольшая доля взносов и основная, как говорится, львиная доля финансов – это краевые. То есть помогают решать такие вот, я считаю, проблемные вопросы, которые необходимы селу. Жители села готовы не только вкладывать свой рубль, но и помогать собственным трудом. В этом плане население откликнется и будет всегда за благоустройство, за порядок и за то, чтобы село немножко преображалось. И останавливаться на достигнутом не собираются. Отремонтируют памятник Владимиру Ильичу, поставят новые скамейки и сделают современное освещение. Здесь у нас объект, значит, дом культуры, поэтому была необходимость благоустроить именно эту территорию, потому что более здесь и привлекательность должна быть, и массовость людей здесь присутствует, наибольшее количество. А вот, кстати, дом культуры. И совсем недалеко. Даже можно почитать, сколько шагов. Ну, я думаю, так, шагов 50. А в доме культуры кипит творческая жизнь. Вот, например, местная рукодельница. Практически все ручной работой. То есть, это изготовление из ткани, из фоамирана, из бисера, из кофе. То есть, декоративные прикладные материалы. То есть, ну, разное направление. И картины пишем, и батиком занимаемся, и гелиширование. То есть, ну, все, что касается декоративно-прикладного направления, то есть, мы делаем все. Вот. И с раннего возраста до самого-самого-самого. Вот. Ну, это моя, собственно, дизайнерская композиция. Вот. Здесь, как бы, и искусственный материал, и ручной материал фоамиран. И, то есть, вся полностью сборка идет дизайнерская. Вот. Ну, в принципе, которую мы хотели бы подарить вашему каналу от нас. Чтобы была и память, и знали, чем мы тут занимаемся. Вот. То есть, ну, вписывается в любой интерьер. Абсолютно. На столе, и дома, и в музее. Ну, в абсолютно везде. Вот. Это, как бы, первая такая работа. Вот. Ну, а вторую бы мы хотели подарить. Это подарок в наш музей программы «Время – дело». Ну, то есть, как бы, тоже у нас это все растет здесь, произрастает. И цветы, и фрукты. Вот. Ну, как бы, так все это в одной композиции. Тоже, как бы, хотели бы вам преподнести. Спасибо. Спасибо. И надолго память от нас. Спасибо. Я знаю, что заметил, Маш. В этот раз мы не так-то и далеко от краевой столицы путешествовали. Поэтому для тебя у меня есть отличный сюрприз. Предлагаю прямо сейчас отправиться в Георгиевский городской округ. Друзья, в этом году окружной администрации удалось привлечь более 600 миллионов рублей на благоустройство из краевого и федерального бюджетов. Думаю, наши постоянные телезрители помнят, что мы с тобой, Маша, в Георгиевском городском округе за этот год были только три раза. Мне кажется, даже больше. Даже больше. Надо вспомнить. Потому что программа поддержки местных инициатив очень популярна в Георгиевском городском округе. Вот, например, в поселке Ульяновском в этом году занялись ремонтом Дома культуры. Давайте посмотрим сюжет. Дом культуры в поселке Новоульяновском – самое старое здание в населенном пункте. Оно было построено в 1939 году. Здесь проходят все культурно-массовые мероприятия, работают хоровые и танцевальные ансамбли. Поэтому было принято решение обновить по программе местные инициативы именно этот объект. В прошлом году уже сделали новую сцену и отопление. Во втором этапе программы – не менее важной задачи. В зрительном зале абсолютно полная новая штукатурка. Абсолютно. На сцене, конечно, тоже обшивка гипсокартоном, ремерная тоже полная штукатурка, замена полов. В фойе точно так же штукатурка, но пол останется бетонным. Деньги выделены на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов. Внесли свой вклад предприниматели и местные жители. Всего около трех миллионов рублей. Планируют в Новоульяновском и на следующий год войти в программу. Если все получится, то отремонтируют здание Дома культуры и снаружи, заасфальтируют и благоустроят прилегающую территорию. В поселке Паденском по программе местные инициативы в прошлом году произвели полную реконструкцию памятника солдат Победы и прилегающую к нему территорию. Установили новую ограду и выложили тротуарную плитку. В этом году на общем собрании жители решили благоустроить пустырь, который находится в самом центре поселка. Здесь предполагаются тротуарные дорожки, детская площадка, здесь будут установлены лавочки и освещение. Жители Паденского давно мечтали о том, чтобы на месте пустыря появилась современная парковая зона. Теперь с нетерпением ждут окончания работы. Этот участок выбиралось все. Специально было собрание, очень много жителей, инициатива была ото всех. Выбирали именно вот этот участок, облагораживали, для облагораживания. И вот в конце концов мы дождались этого, и я думаю, это будет очень замечательно в конце концов. У нас появился нормальный центр, такой, как положено. Что мы уже идем, дети у нас идут на площадку кататься, по дорожкам поровным катаются. И мы на любые праздники идем в центр, и уже чувствуется, что у нас как праздник тогда. Спасибо, конечно, и жители рады этому. В прошлом году в программе местные инициативы принимали участие только сельские территории. В этом году в нее вошел и город. Работы идут полным ходом, и уже совсем скоро георгиевцы увидят результат. В 2017 году, как все уже знают, мы подавали на конкурс 16 проектов от Георгиевского городского округа. Все 16 стали победителями. Сейчас у нас активная фаза их реализации, заключены контракты, и на многих объектах уже начались работы. Но отрадно, что в числе 16 объектов 6 – это учреждения культуры. Мы прекрасно понимаем, что сейчас очень сложно найти средства в местном бюджете для того, чтобы привести в порядок наши дома культуры, наши дворцы, парковые зоны. Кроме всего прочего, данный проект подразумевает еще и дорожную деятельность, благоустройство контейнерных площадок, остановки. Один проект у нас уже завершен. Это в станице Незлобной. Все видели, что там прекрасная зона отдыха создана, реконструирован памятник погибшим в годы войны. Я думаю, что проекты, которые на территории города Георгиевска будут реализованы, завершатся к октябрю месяцу. И мы получим с вами на Лермонтовской аллее прекрасный фонтан из розового мрамора. В городском парке два новых аттракциона для детей и для взрослых и городское озеро. Ну что, Маш, все рассказали? Да, на сегодня у нас все. Надеемся, вам понравился наш выпуск. А впереди еще интереснее. Увидимся с вами, как обычно, в понедельник в 8 вечера на своем ТВ. С вами были Мария Гнездилова и Роман Выстероп. Пошли, Рома, отдыхать. Ох, какая прелесть! Класс! Рома, есть водичка? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok